Ну и просто сейчас с нами на прямой связи Александр Невзоров. Александр Глебович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Да, привет. Привет, дорогие мои. Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. Такими словами буквально президент Украины Владимир Зеленский предоставил вам паспорт гражданина Украины. Как себя чувствуете в новом статусе? И, кстати, мы вам тоже говорим спасибо. Ну и вам спасибо. Потому что какой бы поступок ни совершил россиянин, я россиянин, я полагаю, что украинцам очень тяжело преодолевать отвращения, которые вызывают граждане России и люди как-то с ней связаны. Я понимаю, что все равно вина России никуда не девается, что все равно ничто пока не закончилось, что кровь льется, что усилий тех немногих людей, которые есть и которые сохранились как люди в этой жути, в этом нагнетании фашизма и маразма в России, этих усилий пока совершенно недостаточно. Мы видим, что, к сожалению, так называемый народ, так называемое быдло, вот эта глубинка, это загипнотизированная безостановочной пропагандой, безграмотное, нищее и несчастное население России, оно продолжает играть в эту войну, подпитывая маразм Путина и его преступления. Поэтому я благодарен вам за то, что вы не отвернулись. Спасибо. Но вы знаете, мы постоянно из эфира в эфир говорим о статистике, и уже и социологи начинают говорить, в том числе и из России, о том, что все-таки люди начинают задумываться, начинают не доверять, начинают искать альтернативную информацию в интернете. Всплывает правда, реальная правда о количестве погибших российских солдат здесь, в Украине. Вдовы, матери погибших солдат ищут правду, и все эти бутылки коктейлей Молотова, которые летят в военкомат. Но ведь разве это не говорит о том, что вот что-то меняется? Вы чувствуете это? Знаете, понятно, что это все изменится. Понятно, что понимание и знание всего придет рано или поздно в полном объеме. Но черт побери, почему так долго? Ведь каждая минута торможения, каждые сутки оттягивания осознания ужаса всего происходящего, они добавляют трупов, они прибавляют к руинам городов еще руины, долговато соображают. И, наверное, именно с этим отчасти связан мой поступок. Ведь российская публика, вот в частности, я имею в виду сейчас не народ, а вот знаете, вот такие вот опарыши, да, которые такие вот интеллигентствующие опарыши, опарыши бизнеса, которые чудесно себя чувствуют в гниющей плоти российского государства, они придумали для себя такую вот очень удобную форму, что где-то, да, какая-то война с какими-то там дикарями кого-то усмиряют, ну, примерно как будто бы это происходит где-то в джунглях с каким-то диким племенем, а нас-то не касается, на нашем благополучии это не отражается, и мы про это не хотим ни знать, ни думать. А лично вы ужас происходящего осознали когда? 24 февраля? Я ужас происходящего осознал в 2014 году и был, по-моему, одним из очень немногих в России людей, которые категорически отвергли возможность произнесения «я» и сопоставления рядом двух слов «Крым» и «наш». Ведь, поймите, да, я же старый медийный волк, и, помимо всего прочего, опыт мой в эфире и в работе такого рода необычайно велик. И всех же зарбовали в 2014 году на информационное обеспечение этой мерзости. Надо было всего-навсего вот эти вот слова «Крым» и «наш» поставить рядом и произнести в слов. У меня это не получилось. У многих получилось. Легко себе представить, какие сумасшедшие деньги и возможности открывались перед теми, у кого это получилось. Но я понимал и знал, чем это закончится. И не случайно я не то что категорически не принял истории с захватом и оккупацией Донбасса, потому что Россия давно напала на Украину. Россия напала на Украину тогда, ну, скажем так, усилиями и возможностями тех уголовных банд, которые оккупировала Донбасс. Обо всем этом, это все документировано, можно поднять все невзоровские среды того времени. Я говорил давно и говорил маниакально. И поверьте, уж не из чистой дерзости, не из хулиганства и не из азарства я заканчивал каждый выпуск невзоровских сред в федеральном эфире радио «Эхо Москвы» словами «Слава Украине». Дерзости и хулиганства в этом не было. В этом было четкое обозначение позиции. В свое же время, задолго до войны, я рассказал о том, как эта война будет происходить, каким позором и ужасом она станет для России, и какой болью и кровью она станет для Украины. В этом тоже нет ничего мистического, волшебного. Я просто хорошо знаю, что такое война, и хорошо представляю себе возможности нынешней, так называемой, российской армии и возможности армии Украины. Александр Глебович, скажите, вы уже осознаете себя в новом статусе? Вот гражданина Украины. Вы знаете, да я вообще, как бы, наверное, давно себя осознаю в этом статусе. Я ведь, скажем так, всегда очень скептично относился ко всяким официальным вопросам, к вопросам, не знаю, прописки гражданства. Но здесь, поскольку на моих глазах действительно совершается преступление, И вот эта вот идея о украинском гражданстве, это идея, прежде всего, встать рядом с теми, кого расстреливал. И это, пожалуй, для меня самое главное, гораздо более важное, чем все остальное. То есть сейчас вы планируете жить и работать в Украине, в Киеве, правильно понимаю? Я не знаю, как повернется моя судьба. Я не знаю, какие крутые повороты абсолютно возможны, но в Киев я бы хотел. Мы сегодня в сотый день войны, ну, подводим некие итоги и результаты, говорим о том, что абсолютно провалено, это не только наши слова, это слова разведки, западных разведслужб и нашего генерального штаба, в абсолютно провальной спецоперации ни одна из целей не достигнута, кроме того, что убиты десятки тысячи, десятки тысяч наших мирных граждан. И пытаемся вот смотреть в будущее. Ваш каков прогноз? Что будет дальше? Способен ли Путин на тактический ядерный удар? Обратятся ли в бегство российские солдаты, которые уже сейчас там... Мы наблюдаем бунты, когда не хотят идти воевать, бросают оружие. Абсолютный провал в командовании российской, так называемой, спецоперации. И мы уже не понимаем, кто на самом деле руководит лично Путин, скорее всего. Что будет дальше? Как вы считаете? Друг мой, что касается ядерного удара, поймите, человек, который с легкостью убивает 100 тысяч человек, а это уже очень примерная цифра той реальной картины, которую мы имеем. Скорее всего, с двух сторон мы имеем примерно 100 тысяч убитых. И тот, кто с легкостью убивает 100 тысяч, с такой же легкостью уничтожит 100 миллионов. Вы ведь посмотрите, у него же даже не испортилось настроение. Он пребывает в состоянии того же благодушия, в состоянии ощущения собственного надмирного величия, в такой вот наполеоновской, наигранно мудрой позе. Нет. Я думаю, что если это будет зависеть от него, то он без сомнения сделает такую попытку. Насколько эта попытка будет удачна, вот это уже большой вопрос. Когда начинают пугать всеми этими ракетами, новыми технологиями, новыми возможностями, цирконами и тополями, ну, вспомните, как они пугали своей армией, будучи убежденными, что они действительно чем-то располагают какой-то реальной силой. Здесь не исключено, что это все такой же блеф, такой же фейк, что, скажем так, Россия не располагает теми потенциалами, о которых так сильно кричит. Что касается военной стороны дела, то то, что я понимаю, я не военный аналитик, хотя, в отличие от военных аналитиков, я прошел семь войн. И хорошо себе представляю, что это такое. Я могу сказать, что да, безусловно, победа Украины будет тяжелой, кровавой, но безусловной. Мне нелегко это произносить, потому что создается ощущение, что я примкнул к победителям. Нет, я, скажем так, эта идея и возникла, и зародилась, и начала осуществляться идея об украинском гражданстве тогда, когда у вас были самые тяжелые времена, и вот эта вот безнадега и боль были очень четкими. У меня нет сомнений о вашей победе. Я не знаю, сколько времени для этого потребуется, я не знаю, какова реальная бездарность, глубина этой бездарности российского командования. Мы видим, что она практически бездонна. Мы не знаем, сколько еще ляжет этих путинских солдат. Мы не знаем, сколько погибнет украинцев. Мы не знаем, сколько будет выпущено ракет и сброшено бомб. Мы же видим, да, эту идиотскую тактику. Они же без всякой цели, без всякого смысла. Только для того, чтобы поджечь, сломать, развалить и нагадить. У них нет никаких планов на Харьков. Не может быть, у них нет на это сил. Тем не менее, вот как-нибудь нагадить, запустить какую-нибудь ракету, взорвать, убить людей, поджечь дома, они это делают просто из... Абсолютно подлая варварская тактика. Избегая контактных боев, просто издалека, из моря выпускают ракеты и разбивают наши города. Да, то же самое делали в Чечне. И в Сирии. Да, точно так же сносили города подчистую, чтобы от них ничего не оставалось. Для того, чтобы не оставалось тех окон, из которых в них могут выстрелить. Это как бы вполне официальная военная доктрина. Если вы боитесь, что вас будут стрелять из окон, говорил Паша Грачев, уничтожьте окна. И вот этим вот занимались, скажем так, в то время в Чечне. И вот тогда, кстати говоря, в Чечне я же впервые, правда, с другой стороны познакомился с удивительными способностями украинцев воевать. Тогда в составе чеченских подразделений за свободу Ичкерия дрались очень много украинцев. Дрались потрясающе, скажу я вам. Но дело даже не в том, как они дрались. Дело в том, как они вели себя, будучи пленными. И мне довелось наблюдать, мне довелось видеть разницу в поведении пленных чеченцев, украинцев и русских солдат. Вот то, что вы наблюдаете сегодня в интернете с жалобными бормотаниями, с лепетаниями, с лживыми оправданиями о том, что они не знали, что они маленькие, что их привезли, что они думали, что это будут лепить куличики или вообще учить вышивать рубашечки. Нет, вот они ведут себя совершенно иначе. А украинцы тогда в плену вели себя так, что вот, вы знаете, прям вот слезы зависти у меня закипали. Я такого достоинства, вот примерно как чеченцы, они были очень похожи. Они были очень похожи и жестокостью, они были очень похожи вот такой вот свирепой боевитостью и эффективностью в бою. И они были очень похожи каким-то чувствам невероятного достоинства. Да. И все-таки, Александр Глебович, по вашему мнению, кто или что способен смести Путина? Вот мы говорим, да, безусловно, страшный президент Путин. Вокруг него, его окружение, страшные люди, да. Но неужели там нет людей, вот хоть с каким-то инстинктом самосохранения, если не себя, то своих семей, своих детей, внуков? Неужели кто там, никто не задумается о том, что это катастрофа, это пропасть? И они тянут за собой всех. Неужели не найдутся такие люди, которые сейчас, понимая, что вся эта спецоперация проваливается на всех фронтах и не воспользуются случаем, чтобы свергнуть? Это возможно вообще? Найдутся такие люди? Нет, я не думаю, что такие люди могут найтись в окружении Путина. Я не думаю, что могут восстать народные массы в обозримом, скажем так, в необходимом будущем. Потому что ведь это восстание и этот протест, он нужен тогда, когда он необходим, когда с помощью его можно что-то прекратить, прекратить бойню, прекратить разрушение городов, убийство детей, массовые убийства, расстрелы. Все то, чем занимается путинская армия. Нет, я думаю, что вот к сроку, тогда, когда это было бы нужно, это необходимо. Потом, да, прозрение будет, как было прозрение про лагеря 45-го года, как было прозрение про заград батальона и все преступления, которые вытворяла Россия, но это будет потом. И это уже не будет влиять на, как вы сами понимаете, задним числом, не сможет влиять на сегодняшнюю жуткую ситуацию. Поэтому, дорогие мои, вот вся надежда на вас. И только на вас. Александр Глебович, а вот в этом году было уже десятилетие событиям на Болотной площади. И вот хотелось бы уточнить, что произошло за эти 10 лет с россиянами, почему они не готовы сейчас к свержению режима? Друг мой, во-первых, регулярно 24 часа в сутки их обрабатывает 20 физиальных каналов. 239 региональных каналов. На каждом из каналов есть свой маленький такой Соловьев, который повторяет всю ту же самую кровавую омерзительную ахинею, которую несет Большой Соловьев на федеральном канале. Кроме всего прочего, безостановочно работает 700 радиостанций и порядка, там, по-моему, 56 или 65 тысяч газет и других медиа и интернет-ресурсов. Народ, скажем так, абсолютно загенетизирован, но у меня создается впечатление, что он рад этому гипнозу и воспринимает его необычайно радостно. Потом, да, прозрение наступит. Думать, что у русских есть какой-то особый генетический покрой для того, чтобы воспринимать охотный вздор. Это геном не занимается передачей, скреп не занимается передачей такой глупости. Это очередное преступление власти. Ведь довести до такого состояния, до состояния умышленной, чудовищной нищеты, умышленной, чудовищной убогости, невежества – это преступление власти. И здесь очень легко понять, когда из своего страшного состояния народ сможет выйти. То есть его надо будет выводить, и это будет тоже тяжелым, и я даже не представляю себе для кого посильным трудом. Александр Глебович, и еще немного хотелось бы уточнить о ваших дальнейших планах. Вот, собственно, собираетесь ли учить украинский язык, и что будет с вашим российским паспортом? Понятия пока не имею. Для меня, как вы понимаете, все, все происшедшее, ну, как всегда, все очень внезапно, да, и очень неожиданно, и очень резко. Резко. Что касается украинского языка, ужасно нравится. И сейчас я давно уже вставлял и вставляю украинские словечки и фразы. Тогда я это делал для того, чтобы злить. Слушайте, ну вот, ну, масса есть свидетелей. Мне по роду моей журналистской деятельности довольно часто приходилось бывать и в Смольном, и в Кремле. И если я видел каких-нибудь знакомых, приветствие, у меня было одно, слава Украине. Тут же мне говорили, тихо, тихо, что ты несешь такое, ты вот тогда и не вздумай такого говорить. Я повторял. И я полагаю, что, наверное, моя ценность, и ценность моя, как прежде всего, крупнокалиберной медийной фигуры, которая однозначно выступала, выступает и будет выступать на стороне Украины, открыто. Я ничего, ни от кого не скрывался, я ничего не таил. Я это делал с первой минуты, и с первой минуты сказал, ребята, я за Украину и буду за нее. По множеству, по массе причин. Прежде всего, кстати говоря, еще и потому, что такова моя профессия, потому что ведь что такое журналистика? Журналистика – это в первую очередь храбрость, а потом все остальное. Не существует, не может существовать трусливых журналистов, как не бывает там, не знаю, трусливых каскадеров или электриков, которые боятся электричества. Или людей, которые занимаются там арахноидами, исследуют пауков, и у которых в этот момент там арахнофобия. Нет, это требование профессии, храбрость, и эта ситуация позволяет мне, ну, скажем так, быть самим собой. Александр Глебович, ну и о российском паспорте. Что с ним будете делать? Вы знаете, я, честно говоря, меньше всего на эту тему сейчас думаю, я никуда не уйду от своего орочьего прошлого. Будем откровенны, да? Когда я читал... Я никогда, кстати говоря, не уйду, наверное, и от всех тех страшных подробностей, страшных и омерзительных подробностей своей биографии, о которых ты тоже, вероятно, в курсе, потому что жизнь моя была непростой и чрезвычайно поворотистой. И когда мне говорят, например, о моей вине перед Литвой, о моей вине перед Чечнёй той же самой, я всегда говорю, ребят, вот немножко некорректно, давайте спросим меня, не там, не раскаиваюсь ли я, а спросим меня, сожалею ли я о том, что я болел чумой. Но благодаря тому, что я болел чумой, я лучше других знаю её симптомы. Я лучше других знаю, как она реализовывается в организме и что она делает. Я лучше других знаю её слабые места. И, знаете, вот когда перед вами появляются, там, не знаю, три лекаря, там, эпидемия чумы, три лекаря, и все трое в клювастых масках, все трое говорят умные слова, но один из них переболел и вылечился. Вы к какому из этих лекарей обратитесь? Разумеется, к тому, кто испытал это на себе. Я испытал это всё на себе, и, поверьте, вот этот вот невероятный поворот моей судьбы в 2022 году, он основан прежде всего на глубочайшем знании, глубочайшем понимании того, что такое фашизм, что такое русский фашизм, что такое Россия, что такое война и на массе других знаний. У меня нет никаких абсолютно никаких политических амбиций или желания заниматься политикой. Я ненавижу политику и мало ею интересуюсь. Я мечтал бы, когда кончится эта война, когда кончится моё служение на этом информационном фронте, я мечтал бы просто забыть об этом и во всём и уйти обратно к своим там рукописям, книжкам и тем, чем я занимаюсь. Я не собираюсь становиться какой бы то ни было политической фигурой и очень боюсь того, что сегодняшняя ситуация, что та честь, которую мне оказал ваш президент, предоставив украинское гражданство, начнут из меня лепить какую-то политическую фигуру. Я бы очень не хотел этого. Я солдат информационного фронта. Да, я умею больше, чем все остальные, может быть. Но я бы хотел оставаться только в этом статусе. Добро пожаловать тогда на наш информационный фронт. Добро пожаловать в Украину. Ну вот теперь уже с украинским паспортом. Да, уже на официальных правах. Спасибо вам огромное, Александр Глебович. Александр Невзоров. Героям слава. Александр Невзоров был в эфире проекта Freedom. 100 дней полномасштабного...